Тема 6. Яхт-клубы, школы рулевых и чартерные компании. Как стать яхтсменом? Превратиться из человека сухопутного в человека морского несложно. Во многих городах есть специальные стоянки для яхт и маломерных судов, пристани или марины, если они стоят на море. В маринах функционируют яхт-клубы. Они оказывают различные услуги по обслуживанию яхт, представляют интересы членов клуба, а также организуют регаты и другие мероприятия для встреч и общения яхтсменов. Любой желающий может прийти в яхт-клуб, познакомиться с бывалыми моряками и расспросить о мире под парусами. Опытные яхтсмены, как правило, с удовольствием делятся с новичками тонкостями любимого дела. Часто бывает, что судовладельцам или капитанам требуется помощь в перегонках яхт или выполнении различных работ на палубе, которые они могут доверить новичкам, желающим попробовать себя в морском деле. Итак, первый способ стать яхтсменом и понять, по душе ли вам это занятие – обратиться в ближайший яхт-клуб и, возможно, выполнить простые работы на море под началом опытного шкипера. Если же вы мечтаете взойти на палубу сразу в роли капитана, то существует еще один способ – парусная школа. Для получения международного сертификата на право управления яхтой размером до 24 метров вам потребуется пройти теоретический курс продолжительностью 32 часа и 14-дневную практику в море. Существуют две самые распространенные системы обучения шкиперов. Получив сертификацию в одной из них, вы сможете управлять яхтой практически в любой стране мира. Это система International Yacht Training – IYT – частной независимой корпорации по обучению парусному спорту со штаб-квартирой в Канаде и Royal Yachting Association – RYA – Английской Королевской Яхтенной Ассоциации. Есть и другие, менее распространенные системы сертификации, однако они признаются не во всех странах. Для управления яхтой в российских водах понадобится внутренний сертификат Государственной инспекции по маломерным судам – ГИМС. Отечественные и международные сертификаты можно конвертировать, сдав дополнительные экзамены. Предположим, что правами вы обзавелись. Но где взять яхту? Для этого совершенно не обязательно ее покупать. В регионах, где развит водный туризм, работают многочисленные яхтенные чартерные компании, которые предоставляют услуги по сдаче лодок в аренду. В зависимости от запланированного маршрута и ваших пожеланий, компании предложат оптимальную модель яхты. Если вы еще не получили шкиперские права, но уже желаете совершить морское путешествие, то можете арендовать яхту вместе с услугами профессионального капитана. Этот вариант также подходит и для шкиперов-новичков, которые хотят набраться опыта и усовершенствовать свои навыки в управлении яхтой. Те же, кто хочет только отдохнуть, не обременяя себя управлением и обслуживанием яхты, могут делегировать весь процесс профессиональной команде, арендовав лодку вместе с экипажем. Все моряки когда-то начинали свой путь на берегу. Неважно, какой способ стать яхтсменом вы выберете. Главное, что, ступив на эту дорогу, вы познакомитесь с интересными, увлеченными морем людьми, увидите новые страны и откроете для себя удивительный мир, наполненный парусами, морем и истинной свободой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok